Завершилось выступление президента Казахстана на глобальном круглом столе по вопросам добывающих отраслей. Виртуальную конференцию организовал на высоком уровне по инициативе генерального секретаря ООН. В своем видеообращении главам государства и правительств Касым Жумар Токаев отметил, пандемия – это шанс замедлить глобальные изменения климата и экологизировать мир. Лидер страны еще раз отметил, почти наполовину промышленный и на 70% зависимый от угля Казахстан твердо идет по пути декарбонизации экономики и планирует достичь углеродной нейтральности через 40 лет. Главные шаги уже сделаны. Казахстан первым в СНГ ратифицировал Парижское климатическое соглашение, да и в целом вопросы защиты окружающей среды номер один в деле устойчивого развития республики. Важно, чтобы эти благие цели не стали барьером для торговли и инвестиций, резюмировал президент Казахстана. Для снижения зависимости энергетического баланса от сжигания угля будет разработан национальный проект по развитию электроэнергетики, направленный на решение следующих ключевых приоритетов – развитие газовой и гидроэнергетики, а также использование возобновляемых источников энергии. Кроме того, в ближайшие пять лет в Казахстане будет посажено до двух миллиардов деревьев. С помощью разумной политики и инвестиций мы можем наметить путь к более зеленой глобальной экономике. Для достижения этой цели важно мобилизовать достаточные финансовые ресурсы за счет как частного, так и государственного секторов. Мы приветствуем скоординированные многосторонние действия в рамках консолидации международных усилий в сфере финансирования развития в эпоху пандемии COVID-19.